День 1А Практически с минимальным счетом переиграли американцев из Counter-Logic Gaming. Этот матч проходил на карте The Dust 2, финальный счет, который был зафиксирован судьями 16-13 в пользу наших игроков. Для Gambit очень важно было получить удачный старт в рамках мирового первенства и они его получили. Сегодня будет очень напряженный поединок против Astralis, который в свою очередь в первом матче, который имел статус датского дерби, вышли победителем против Indignitas. Там игра проходила на карте The Overpass и завершилась со счетом 16-12. В группе B матчи были, не будем скрывать, менее интересными и напряженными, просто потому, что в двух встречах были явные фавориты. Natos Vincere и NIP. Для этих команд проиграть было непозволительно, потому как эти клубы поставили себе самые высокие планки и отступать от результата нельзя. Flipside и Optic Gaming в этих матчах вроде бы как и подавали надежду, однако в ключевых моментах игрокам не хватало то стрельбы, то коммуникабельности между собой. Как итог, Flipside проиграли 7-16, а канадцы Optic Gaming проиграли шведам 4-16. Сегодня NIP и Na'Vi определят сильнейшего, а Flipside разыграют с Optic. Право бы обороться за выход из группы. На очереди группа C, в которой тоже определились свои фавориты. Я не буду лукавить, меня очень удивил счет матча Team Liquid против Team Envias. Но самое главное, что итоговый результат для французов можно считать разгрумным. На карте Detrain американцы подарили фанатам классный матч. Стоит отметить действия Elijah, Hiko и GDM. Эти игроки настреляли больше остальных и внесли ощутимый вклад в подобный результат поединка. Ну а французы, в свою очередь, крайне вяло стартовали на чемпионате мира и сегодня будут пытаться обойти Mount Sports. Team Liquid уже сегодня вступит в борьбу против Virtus.pro, которые, как всегда, в важных матчах разгоняются с первых секунд. Будет очень интересно, не пропустите. Завершала день 1А уже традиционно группа D. В ней бразильцы из SK Gaming взяли верх над очередным французским клубом G2 и Sports. Финальный счет 16-11. Ну а второй матч между командами Fnatic и FaceClan заслуживает особого внимания. В нем претенденты оказались сильнее фаворитов. Мало кто мог предположить, что Fnatic могут проиграть, однако это CSGO и в нем бывает абсолютно все. Шведы редко загоняют себя в сложное положение еще на стадии группового этапа. Но это произошло вновь и сегодня клуб Fnatic будет играть против злых и обиженных G2. Этот матч будет очень интересным и зрелищным. Не пропустите развязку группового этапа летнего миллионника. Напоминаю, дорогие друзья, что все записи матча вы сможете найти на официальном канале Ruhaba CSGO. Ссылка на ваших экранах. Ну а у нас на сегодня все. Не пропускайте любимые матчи. Большое спасибо за внимание. Любите киберспорт. Всем пока. Живи не стал вылазить, напитывает флешку. А флешка ошибается. Ослепил в итоге своего тиммейта. Залазит на ящик. Не время All of Meister выходит через окно. Джейком населивает флушу. Минус All of Meister. Остается Живи один против четверых. И команда FaceClan пытается зарезать уже Живишку. Джейкому этого не удается. Но я думаю, остальные тиммейты вряд ли будут так рисковать. Они уже наверняка хотят выиграть эту встречу. Субтитры создавал DimaTorzok